Тема майнинга и криптовалют не обошлась стороной практически никого. Уже даже в некоторых местах можно расплачиваться вот этими валютами. Кто-то даже попытался купить себе автомобиль Тесла, некоторые рестораны принимают криптовалюты, Порнхаб даже сейчас только криптовалюту принимает. Тут такие вот времена, но как всегда у какой-то благостной вещи есть обратная сторона медали. А в случае с криптовалютой я бы сказал обратная сторона монеты. Из-за массового ажиотажа и попытки заработать немножко денежков становится как бы проблема, потому что майнеры скупают абсолютно все, разное оборудование и не только видеокарты. Огромное количество разной полупроводниковой продукции страдает из-за майнеров. И здесь становится понятно, что нужно искать какие-то альтернативные методы добычи криптовалюты. И такие методы придумывают, но из-за них опять все возвращается вспять. Опять сложности на потребительском рынке электроники. Вы знали, что на сегодняшний день существует способ майнить на накопителях? Сегодня я вам расскажу, что это такое, чем это хорошо, чем это плохо. В общем, ChiaCoin. Вы наверняка слышали об этой штуке. Поехали. Создателем новой криптовалюты стал изобретатель сети BitTorrent BrandCoin. В уже далеком 2017 году он заявил о своих намерениях сделать Chia популярнее, надежнее, безопаснее и экологичнее в контексте майнинга. Ее главное отличие от классических вариантов заключается в принципе Proof of Space, где подтверждающим фактором является зарезервированное место на дисках, а не выполнение отдельных расчетов видеокартой и процессорах, как при майнинге биткоина или эфира. Идея с подобным способом добычи уже была применена в 2013 году польским IT-экспертом Стефаном Дембовским с его BurstCoin. Но волна хайпа поднялась только в 2021 году, когда за дело взялся человек с репутацией, который и смог донести идею в массы. Кроме того, в команде Коина есть люди, стоящие у истоков создания крупнейших онлайн-магазинов по продаже музыки и товаров для дома, и Мьюзик, и Оверсток, Джин Хоффман и Митч Эдвардс. Забегая наперед, у этой криптовалюты есть все шансы стать в тройку лидеров рядом с биткоином и даже эфиром. Главная фишка ChiaCoin – возможность майнинга не на видеокартах и процессорах, которые днем с огнем не сыщешь, а на жестких дисках и твердотельных накопителях. Преимущество этого способа – масса, прежде всего низкое энергопотребление. Для примера, видеокарта среднего уровня NVIDIA GeForce RTX 3060 кушает порядка 200 Вт, а энергопотребление топовых RTX 3090 достигает 350 Вт. Жесткий же диск в пике при старте потребляет максимум 30 Вт, а SSD-шки и того меньше. К тому же, если энергопотребление ниже, то и расходы майнеров будут ниже, а следовательно и счет за электричество ниже. Ну и, конечно же, низкий порог входа, если сравнивать с тем же биткоином. Для майнинга биткоина понадобятся дорогостоящие ASIC-майнеры, которых стоимость в лучшем случае от 500 долларов, а то и все 1500 долларов, или как альтернатива компьютер с мощными видеокартами. Да, на одной видеокарте отбивать затраченные средства придется долго, поэтому многие берут целые фермы из 5-6 и, конечно же, более видеокарт. Для майнинга Чея достаточно 100 ГБ свободного пространства. Понятное дело, что многое ты не заработаешь на таком жестком диске, но сам факт попробовать сможешь. Кстати говоря, у этого выпуска есть партнер, который тематически очень подходит для темы этого видео. Сегодня у нас SanDisk и супер защищенный, и супер портативный легкий SSD-шник. SanDisk Extreme Portable SSD V2 – это портативный твердотельный накопитель в защищенном резинопластиковом корпусе с отверстием для анкерного крепления карабина и защиты по стандарту IP55. Как несложно догадаться, целевая аудитория – это путешественники, фотографы, видеографы и блогеры, которые привыкли делать все на лету. Но, как показывает практика, защищенный не значит нишевый, ведь куда приятнее быть уверенным на 100%, что данные не пропадут, если вы внезапно окажетесь под дождем или случайно уроните накопитель. Extreme V2 избавит вас от переживаний, поскольку в тестах благодаря кованой алюминиевой раме выдерживал он падение с высоты около 2 метров. Второй степенью защиты можно называть специальное программное обеспечение SanDisk Secure Access, которое позволяет защищать хранилище паролем. Основное преимущество твердотельных накопителей – это максимальная скорость передачи данных. У Extreme 2 ревизии, судя по моим тестам, никаких проблем вообще нет. Crystal Disk Mark 6.0 показал больше 1000 МБ в секунду на чтение и то же самое практически и на запись, что даже больше, чем указывал производитель. Самое главное, SanDisk предоставляет гарантию на вот такую вот штуку 5 лет. В ассортименте есть версии на 500 ГБ, 2 ТБ и даже 4 ТБ свободного пространства. В комплекте идет вот такой кабель USB-C на USB-C и также переходник на USB-A. Посмотрите, какой он стал маленький. Просто можно даже на ключи прицепить себе как брелок, пускать с собой огромное количество информации всегда в кармане или сумке. Круто. Следующее преимущество ChiaCoin заключается в разумной конкуренции среди добытчиков. Если в добыче других криптовалют, где используются видеокарты, уже работает правило, у кого мощнее и больше, тот и больше зарабатывает, то в случае с ChiaCoin и добычей криптовалюты при помощи накопителей все приблизительно в равных условиях. Эта причина одновременно и является следствием зарождения реальной, действенной централизации, что тоже можно отнести к плюсам. И теперь мы подбираемся к минусам, потому что все, что было сказано до этого, звучит прям как манна небесная. Вот тебе конкуренция здравая и тебе стоимость входа минимальная. Какие же минусы у этой технологии? Как ни трудно догадаться, впоследствии мы получаем дефицит оборудования и, соответственно, рост цен на это оборудование. В сети имеется множество гайдов по сборке идеальных майнинг-ферм для Chia, в составе которых применяются Snapdragon NVMe 1 ТБ и другие диски других производителей. И что вы думаете? Все из перечисленных накопителей уже исчезло с полок магазинов и практически закончилось на складах. Производители уже заявляют о попытках борьбы с майнерами, но у нас уже есть кейс с видеокартами, которых, как вы помните, все еще нереально урвать для обычного геймера. И теперь самый важный вопрос. У диска и у SSD есть тоже ограниченное количество часов работы. Конечно же, они начнут выходить через строя и, скорее всего, очень быстро. Поэтому очень скоро на различных площадках мы будем видеть огромное количество бум такой техники, а вот состояние ее будет действительно под вопросом. Самое, что интересно, создатель ChiaCoin наверняка знал, к чему это все приведет? То, что будет происходить дефицит, то, что техника будет выходить из строя и рынок начнет потихонечку убиваться. Для производителя, наверное, это хорошо, потому что огромный спрос, заработок. Но, опять же, здесь все делится на два лагеря. Теперь лагерь людей, которые пытаются на этом заработать и лагерь обычных пользователей, которым просто нужны диски для сохранности информации. К тому же, если возьмем, к примеру, те же дата-центры, которым нужно часто обновлять свое оборудование, чтобы обеспечить сохранность данных, ваших данных в облаке. Вот такая вот история, друзья. Как всегда, две стороны медали. Если среди вас есть человек, который уже попробовал добывать криптовалюту при помощи своего диска, своих дисков, напишите в комментариях, как оно получается, не получается, какие реальные подсчеты вышли, окупилось ли, может, вы уже заработали. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пока.